Сегодня мы отправляемся на метро. Будем посещать храм Саграда Фамилия. Сейчас мы дойдем до метро. Спасибо за просмотр! Какой билетик надо выбрать? Надо сначала... Байхе. Так, билеты... Кошел не будем на десять. На одну поездку метро или автобуса. Вот два сорок. Так, квантитат. Плюс два билета. Четыре восемьдесят. Оттуда и обратно. Билетик. Мечта. Байхе. 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 Продолжение следует... Ну что, мы вышли из метро, пока ничего не видим в площади. Боже, у слона-то я и не приметил. Я вышла, смотрю вперед. Ну сейчас мы с другой стороны. Хороший аккомпанемент. Отлично, просто вообще супер. Можешь выключить микрофон для сохранения. Так, ходим вокруг пока, да около. Тут уже полно народу, и это естественно. Сейчас светит яркое солнце, поэтому надо выбрать место. Так, сейчас я посмотрю. Здесь прекрасный парк. О, какой большой. Какая большая. У нас есть немного времени, и мы погуляем по парку, полюбуемся фасадами храма Святого Семейства. Здесь можно гулять без билета, совершенно бесплатно. И мы встретили здесь ребят из Польши, с которыми мы познакомились на завтраке. О, здесь есть мальчина. Вот здесь. Вот. Вот. Вот, Денисова. О, много. Да. Обычно здесь все фотографируются на фоне храма и проводят разные фотосессии. Мы очень хотели попасть внутрь храма Святого Семейства. Для этого нужно купить билет. И я вам расскажу, как мы это сделаем. Сначала вам нужно скачать на телефон приложение из Apple Store или из аналогичного для Android. А это приложение так и называется Саграда Фамилия. В этом приложении вы можете купить билет. Цена билета 26 евро индивидуального на группу до 9 человек. Но мы покупали два билета. Для покупки билета вам дадут форму, в которой вы укажете дату и время посещения, а также оплатите билеты. Кроме ваших билетов, сохраненных в приложении, будет еще вам выдан бесплатный аудиогайд. Очень интересный и очень подробный. Вы этой информации можете в интернете даже не найти. Видоса грандиоза. Копы. Видоса грандиоза. Соборство города Фамилия Строится почти 150 лет Это один из самых Потрясающих шедевров Антонио Гауди И каждый человек, который приезжает В Барселону, должен посетить И чаще всего посещает Этот объект Если Париж и Таифелева башни А Рим Калези, то символ Барселоны Это саграда Фамилия После базилики Святого Петра В Ватикане, это вторая по посещаемости Церковь Европы А после окончания строительства В 2026 году Она станет самым высоким Христианским храмом в мире Основная башня Христа Которую сейчас только начинают строить Будет 172 метра высотой Которую сейчас и начинают строительства Продолжение следует... Чтобы подойти так близко к храму, нужно иметь билет. Первый камень, фундамент нашего храма, был заложен в 1882 году. Я не буду пересказывать вам содержание этой аудиоэкскурсии. Поверьте, это очень интересно. Просто посмотрите на этот храм. Но кое-где вы услышите голос аудиогиба. Могу лишь сказать, что меня очень потрясла смерть Антонио Гауди, который погиб под колесами трамвая. Такой великий человек. Это ужасно. Ну и, конечно, Антонио Гауди похоронен в этом соборе Саграда Фамилии, увековечившем его имя. Саграда Фамилии, увековечившем его имя. Сегодня тоже часть святого семейства. Спасибо, что вы пришли в нашу раму. Устроение осталось. Где макияжник? На этом, мы на этом. До самой смерти в 1926 году. Всех за основу первоначального проекта геогазической базилики, Гауди постепенно вводил в него все новое и новое оригинальное конструкционное решение. С первого взгляда заметно, что здание имеет форму пирамиды. По замыслу архитектора, такая форма должна была символизировать связь человеческого начала с башнистой. Обозите вокруг пакета и осмотрите его со всех сторон. Из трех сторон базилику образуют башни. Четвертый. Обратите внимание на многоочисленные башни храма и на их высоту. В настоящее время закончено 8 башни, 4 башни фасада Рождества и 4 башни страсти. Станет самый высокий из всех. На 8,5 метра. Вокруг нее появится еще 4 башни дубристов. А на топсиды вырастет башня Дегу Марии, вторая по высоте. После этого останется еще 12 башни. По 4 на каждом из трех фасадов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Наша экскурсия закончилась. В заключение я хочу процитировать слова аудиогида. гида. Саградофамилия – это творение гения и плюс коллективный труд строителей-изучек. Саградофамилия – это христианское обращение к миру, это Библия в камне, распахнутая для всех.